Итак, мы в музее слова о полку Игореве. Памятник древнерусской культуры. У нас как раз сюда билеты. Вот так выглядит оригинал слова о полку Игореве. А она 2010 года экземпляр. Часи на Северславской школе. Вот экспонаты. Киевская ось. 10-12 века. Смотрим. Ярославль, Золстов, Суздаль, Мюрн, Новгород. Я мой Курск любимый. Я не поняла. Что у нас тут нету, да, еще на карте? Киев есть, Чернигров есть, Смоленск, Новгород, Северский есть. Так, короче, мы где-то вот здесь. Хотя нет, Десна. У нас нет Десны. Это же просто у нас же... Да, у нас же город еще 32-го года. А это все-таки еще ранее. Ну, в любом случае, можно посмотреть, какие города уже существовали в Киевской Руси. Так, ну, здесь описано то, что в основном тема слова у полка Иберева была написана для того, чтобы описать междоусобицы XII века князей между собой. Несколько пояс временных лет, да, а конкретно описать, что происходило между братьями и князьями. Можете посмотреть, какова богоматерь. Владимирская икона. С клеемами. Вот это, я понимаю, Великую Лаврентьевскую летопись 1377 года. Это находки. Какой путь человек был все-таки красивый. Он вообще идеальный. Так выглядели рельеф фасадов Дмитриевского собора. Ну, а здесь архитектурные материалы. С церковью XII апостолов 1197 года. Шлем, маска и реценок. Половецкого распеха. Это макет реконструкция Спасского собора. Выглядит, как точная копия. Включина по улицам летопись. Вот он, он, поход Новгород-Северского князьяния Святославича на Половце. Вот самый набег, поход. И описывается в этой школе Харкуй-Гореве. Есть фреска. Из церкви Варвары, Великомученицы Ярославля. Фреска посвящена Фёдору Стрейдилату. Ух ты. Настоящее великое вооружение русского воина и монголо-татарского воина. Можете сравнить, как они были оснащены. Вот так вот сравнить можно было наших, а не наших. Викона Богоматери Владимирской, середина второго века, середина второй половины, двенадцатого века. Шкаф постарается. Умели же тогда вот каждую деталь отобразить, изобразить, как по изведению искусства. Это вам не скучный сервант. Ничего себе. Это евангелие на престольное собрание Мусина Пушкина в двенадцатом веке. Портрет Мусина Пушкина. У него он коллекционировал эти древности. У него многое было изъято из его коллекции. У него еще один портрет Мусина Пушкина. У разных человек она более молодой портрет. Интересно, Светланович. Вот он купил уже себя и держал. Свою покой и белья. В семьсот двенадцатом году, в московском пожаре, сборник срокописи падает. Вот разные экземпляры слова по округе, в пятидесятуре, в современное время. Есть икори, постановки. Вот, тоже странные постановки. Это видео на Ярославле. Тут тоже слава в покое, карьера. Как много изданий в разных версиях. И перевода. Благодаря этому мы знаем, как оно выглядит. И что в ней написано. Даже, видите, на другие языки переводили. Не только на русский, но и для других стран. На разных языках абсолютно. Тот самый текст. Так. Мне потребовалось приехать даже в место, где найден был оригинал слова «Полку Игоря» и сам Ярославль, чтобы найти ответ на самый вытрепещущий вопрос. «Куряне» или «Курчане». Раньше он был в оригинале. Все. Вопросы с черпом. Вопросы с серив地а и зайвали о том, что в안�еряется. Появление «Полчан Sweden» или «Куртор», «Курчане» или «Курчане». Курчанеlam твои愛. И он полностью вновь соли Québec под силой кensional режиму. Продолжение следует...